Всем доброе утро! У меня утро начинается с воды. Пошла в Бужор налить водички. Дима сейчас прогревает машину, поедем к Анапскому мойку, прогуляемся и по скверу Гудовича тоже. Мы там не гуляли никогда, решили в этот раз поехать. Там тенечек, тем более на улице просто жара. А, кстати, с этой стороны лицензия висит на пользование недрами. Бужор Аква. Лицензия. Участок недр имеет горного отвода. Описание границ участка на северной окраине Гайкадзор для добычи подземных вод с целью питьевого хозяйственного бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности директора. Так, я даже никогда не смотрела. С этой стороны что-нибудь есть? С этой стороны ничего нет. Ну что, давайте будем наливать. Сегодня у нас одна бутылка. Что-то они в последнее время, кстати, переливают воду. Как там Дима учил? Вот сюда. И мне 25 нету, я взяла 30 Дима. Если я нажму на стоп, он уже все. А ты имеешь в виду, что может быть зайчик даст? Давай на стоп попробуем нажать, потому что тут знатно переливается. Да. Чтобы было удобно, да? Ну да. Нормально? Да. Дальше не дает. А нет, дает. Да, он знаете, да. Какую-то мелочевку все равно высчитывай, да? Пять рублей. Пять рублей. Ну вот 25 как раз. А на 25 надо наливать. Вот если вы будете стоп нажимать не до конца вот это вот, прям до горлышка доливать, а вот так вот, да, еще получается 5 литров, не 30 рублей, ну чуть-чуть там не доливает, а 25. Вот видите, как интересно. И не просто будет переливать выше. Или просто он переливает и все это течет. Да, на запутинку, да, еще одну брать с собой. И потом очень неудобно либо в чайник, либо в кастрюлю, потому что ее открываешь, она прям под горлышко, и все равно у тебя вытекает, поэтому лучше не долить. Так, строительство второго литера. Вот еще, по-моему, они этаж достроили. Быстро очень строят, ребята. Мы как-то вечером попали под них, когда автобус, что ли, за ними приезжал, или маршрутка. Они такие, господи, бедные, несчастные, все усталые, всех в этой грязи, я не знаю, прям, ну просто стоят уже люди отрешенные, никакие. Конечно, ну строят хорошо, такой дом красивый, массивный. Тебе больше лазить нравится, да? Нет. Нет? Я езду качельку, потом заняли. Качельки заняли, да? Потом освободится девочка, покачается. Сейчас освободимся, иди покачивайся. Пойдешь-ка? Кофели какие-то маленькие. Мне написали, что это Тургеневский спуск. Да, Тургеневский спуск. Да, нам туда, мы дальше пойдем. Красивые тут скалы, вот тут, да? Спуск такой антуражный. Да. Вот это мне очень дорожка нравится. А, дорожка великолепная. Каждый день приходишь, и каждый раз разное море. То оно голубое, то оно бирюзовое, то, когда такое-то, знаете, солнца нету, то оно какое-то такого синеболотного цвета. То есть вот каждый раз разные краски ты видишь. Мы пришли к скверу Гудовича. Ни разу здесь не гуляли, вот, но посмотрели по карте, что достаточно такое популярное место. Наверное, потому что за счет деревьев, то есть тенечка, можно погулять с колясками. В общем, решили пройтись, посмотреть сквер вот и в Гудовича. А, это музей Гудовича. Ну что смотреть-то, я не пойму. Это Батиска, что ли, какой-то, нет? Это, не знаю. Отъявление Краеведческого музея. Привет из Анапы. Смотрите, фотографии старые. Вот он маяк какой был раньше. Вот. Это Анапа. Задняя сторона Малой Бухты. Лысая гора. Анапа любимая беседка. Какие-то фотографии, наверное, сохранились. Здесь музей работает. Это что такое курортная поликлиника? Какая красивая это была. Анапа пристань. Пушкинская улица. Общий вид пристани. И тоже там что-то написано. Детский санаторий вот этот вот. Так. Тут какие-то пушки. Сашка заинтересовалась сразу. Вместе с ребятами. Ну что, пойдем? Пройдемся, прогуляемся вот там. Так. Ты, Сашилочка, тебя заинтересовала? Да. Ну, посмотрите. Так. А это, видите, вот он. Иван Васильевич Гудович. Вот. В честь кого сквер этот назван. Генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армии, член государственного совета, сенатор. Разработал и осуществил взятие русскими войсками турецкой крепости Анапа. Кавказский. Тут очень так плохо написано. 22 июня 1791 года. Так. Вот еще один памятник. Самолет наверху. Корыкину Андрею Сергеевичу посвящается. Корыкин Андрей Сергеевич. Главный инженер гидроаэродинамик. Конструктор гидросамолетов. И перечислены каких? МБР-7, Кор-2, ЛЛ-143, Би-10 и Би-12. Мне ничего эти названия самолетов-то не дает. Вот такой вот памятник. Симпатичный. Пойдем дальше. Все. Мы прошли сквер имени Гудовича. Такой он был не очень большой. Особо охраняемая природная территория. В границах запрещается. Вырубка деревьев. Ну, понятно. Так. Туда малая бухта. И либо налево к набережной. Куда пойдем? Пойдем по прямой. Пройдемся, а потом туда. Пойдем по прямой. Да? Пойдем прямо пройдемся. Там какие-то фонтаны. Сердце. Только что работало сердечко. Фонтанчики били. О, мокрые. И все. Тут можно, кстати, посидеть. О, радости-то, да? Вот какое-то место интересное. Прямо из середины растут деревья. Но непонятное дело, что, наверное, продлили немножко тогда набережную. Но красиво получается. Они немного с наклоном идут. И так эти не столейка. Фонарики тут горят вечером. Интересно, что это за деревья такие? Листики как у рябины, только вот маленькие. И тут вот тут кафешки стоят. Поехали. Поехали. Мы решили повесить полочки в ванной комнате. Лена, когда их покупала, уже показывала. Полки с одной стороны обработаны специальной пленкой, чтобы, ну, это самое, было красиво и декоративно. А с другой стороны, с трех сторон даже, они не обработаны. Поэтому вот эта часть не обработана. Мы обработали специальным клеем на водной основе, чтобы полки эти не рассыхались. Купили мы для того, чтобы установить эти полки, беленькие специальные кронштейны, вот, чтобы было все красиво. Ну и потребуется самолезы, дюппеля, все как обычно. Вот, сейчас мы для начала будем установить кронштейны. Первым делом мы внесли разметку. Поскольку у нас полки четыре, значит и четыре у нас разметчики. Одна, вторая, третья, четвертая. И на этой стороне все уровнем промерили, чтобы полки стояли горизонтально. После того, как разметку сделали, теперь будем просверливать и устанавливать кронштейны. Смотрите, здесь все вытрем. Конечный наш результат. По мне, так и здорово. Ну, еще чуть доделаем. Да, тут будет, как я уже сказала, какие-то там, такие туалетные бумаги можно, полотенца положить такие. Да. Тут, конечно, далеко не отойдешь, чтобы, знаете, вот, чтоб так вот, с полной картины посмотреть. Ну, да. Протрем еще все. Просто грязно. Я еще не прикручиваю полки. Просто кронштейны прикручиваю. Отлично. Отделочные. Да, даже вот эти вот зазоры не очень видны прям сильно. Ну да. А вот отсюда сейчас я из коридора запишу. Вот тут, наверное, лучше будет видно. Ага. Вот так вот. Супер. Ну, теперь же хотя бы эта вот полезная площадь не пропадает. и тут можно сходить в уют-пол. Проезжали мимо на машине, увидели, что там искусственные цветочки продаются. Хотим зайти посмотреть, может быть, какую-то композицию купить, либо собрать эту композицию, но посмотрим. Вот такие вот цветочки продаются, да. Можно, кстати, букетик собрать. Прикольный. Один цветочек вот такой 180 стоит. Вот такая вот лаванда тоже есть. Так. Вот такие мне очень понравились розы. Они силиконовые. Тоже очень красиво. Так вот прям, да, как настоящие такие смотрятся. Так. Вот такие вот синие цветы мы видели, когда проезжали. Ой, смотри, цветы продаются уже даже с, как будто корни, да. Видите, как сделано, да. А, да. А эти что искусственные? Искусственные, да, цветочек, как будто уже с корнями. Не вижу, сколько эта розочка стоит. Не розочка, а синий какой-то цветочек, я не знаю, кто это. Я даже не знаю, сколько она стоит. Что это за название, да, сейчас посмотрим. Так. С твоей стороны. Не вижу. Что-то не видно. 250, что ли? 350. И отдельно еще вот такие вот продаются цветочки тоже. Прозиция прям цветочная, видите, собрана. Тоже красивый букетик такой. Вот и смотрится красивая. Вот тоже красивый такой. Кукуруза, да. Смотрите, это для больших уже вазы, да. Вот такая тоже цветочная композиция. Тоже красивая. Синяя, красная. Такие вот полевые цветочки, да, есть. Смотри, вот тоже красивые такие. А, да, да, да. Вот она. А, это что? Это вот это вот, которые закрываются, нет? Ну, похоже, да. Тоже, видите, да? Вот как сделано красиво. Все искусственно. Вот такая вот. Такие вот, смотрите, цветочки по 290 рублей стоят. Тоже такие, да? Листики купить. То есть можно самим уже сделать. Как-то обыграть и сделать красивый букет. Вон тоже, да, цветы. Смотрите, сколько тут цветочков стоит. Такой букетик, вот такой вот. Тоже красивые цветочки. Картины. Нам какая-то нужна большая такая вот картина, модуль, постер, видите? Что-то вот с морем, типа такого. Просто травку можно купить, поставить. Тоже как-то даже обыграть цветами. Какие милые кролики на Пасху. Смотрите, да? Зайчики, пиалка. Вот они их тут убрали. Вот это вот. Вот это вот. Смотрите, какая милота. В общем, тут можно смотреть просто, рассматривать. Тоже такое. Кружечка, чашечка. Вот такой вот, смотрите. Какая тоже конфирница. Очень симпатичная, да? А смотри, кораллы такие. Карелочки красивые. Угу. Даже вот на подарок какой-нибудь взять уже можно, думаете, да? Новый год скоро. В общем, тут можно ходить и бродить. Мне очень нравится. все. Интересно, это что? Декор для джема, варенья или меда. Страна, он вытечет отсюда. Такое тоже красивое блюдо. Красивое. И много здесь тоже люстры можно тоже присмотреть. Так, ребята, мы вышли из уюта. Уже достаточно прошли времени. Забыла записать. Ничего мы не купили. Знаете, вот по отдельности все нравится. Но хотелось бы композицию цветов собрать. То есть так, чтобы было красиво. Поэтому, в общем, мы попробовали там пособирать. Листики, цветочки. Ничего особо нам не понравилось. Поэтому мы пока еще в поиске. Но магазин достаточно хороший, очень красивый. И конфетница мне тоже понравилась. Немножечко бы ей быть побольше. Потому что в эту конфетницу влезет только, ну, конфет 5-6. Она на самом деле достаточно маленькая. Так вот вообще очень красиво. Салатник тоже там приглядела с кроликами. Тоже даже как на подарок, вот я уже думаю. Может быть, в следующий раз вернусь. Сейчас вот обдумаю, похожу. Два-три, может быть, вернусь. Вот, например, с удовольствием, да. Такой вот подарок бы получить с кроликом, да. И такой вот, это такая вот не конфетница, а блюдо такое вот они стоят. Вот, может быть, даже себе возьму. Поэтому магазин хороший, еще раз повторюсь. Поэтому кто тоже будет в поиске там каких-нибудь для интерьера, какой-нибудь посуды такой, знаете, изысканный, красивый. В общем, да, загляните обязательно туда. Сейчас мы уже движемся к дому. Но не домой идем, а хотим зайти в магазин Светофор, посмотреть, может быть, какое-то новое мороженое появилось. И если там нету что-то такого нового, то нам понравилось очень мороженое. Эскимо, по-моему, славится, да, фирма называется. Оно без добавок, но оно настолько вот вкусное. И шоколад там вкусный. Шоколад, да, вкусный. Еще цветочки хотел показать. Вот это дерево зацвело. Просто изумительно пахнет. И такое красивое-красивое. Посмотрите. Ой, запах, конечно, обалденный. Район немножко показать. Мы уже зашли до школы. Вот тут вот заканчивается асфальтированная дорога. Я не знаю, может быть, она вот так вот будет идти. Ну, посмотрим. Путь к успеху начинается здесь. Гимназия Эврика имени В.А. Сухомлинского. Так вот. О, и собачка спит, смотри. Посмотрела так на нас? Да, и собачка спит. Тут по пропускам. Тут уже охранник, кстати, сидит. В общем. Смотри, охрана, полиционер, все тут положено. Правильно, правильно. Хорошо. Сашелька там катается. Попройтись бы по школе, посмотреть, что там, да? Классы какие. Ну, вот видишь, тут вот большие вот эти. Это, наверное, спортивный зал будет. Всегда. Спортивный зал. Да, всегда большие. Интересно, у них тут бассейн будет? Не знаю. Ну, было бы неплохо, да, если бассейн тоже деткам плавать, учиться. У нас в некоторых школах есть бассейны. Ну, не во всех. Ну, не во всех. Вот, например, гимназию тоже я на новаторов показывала, кто в Москве тот, может быть, знает. Там вот построили у нас с бассейном. Ну, там только, опять же, вот с четвертого класса. Начальной школы там нет. Так бы с удовольствием. Да. И просто, представляете, везде надо ребенку сдавать экзамены. Первый класс у нас надо сдать экзамен, чтобы ее взяли. Я ж не знаю. А если она не сдаст экзамен? Что теперь школу ее не возьмут в первый класс? Вот какая-то вот глупость просто. Не могу понять, почему. Чтоб в четвертый класс попасть более, знаете, такой вот... Сашуль, тут аккуратно. Тут камушка. Чуть не упала. В общем, чтоб в четвертый класс попасть в хорошую гимназию, чтоб учиться. Давай, поесть. Тоже надо сдать экзамены. Давай вот вперед поедем. Одна какая-то нагрузка на детей. И вот эти вот ЕГЭ тоже вот это придумали. Я просто представляю, бедные дети, которые переживают, которые вот эта вот нервотрепка с этого ЕГЭ. Господи, ну дай ты им эту корочку. Ну, сдавали раньше обычные вот эти вот экзамен там. Мы сидели в актом зале, сидели учителя. Там какой-то родительский комитет был. И просто вот писали, все, у нас не было ЕГЭ никакого. Сейчас животное придумают, я не знаю, такой вот стресс. Там девятый класс какой-то ЕГЭ, да? Там десятый, не знаю, одиннадцатый класс уже выпускной. Ой, одни тестирования нашим детям, да? Мы пришли в спецтопор. А это вот, может, такие печенюшки нет? Вот эти тоже вкусные были печенюшки. Нет, мы такие не ели. Так, что тут новенького это было. Вот вафель какие-то привезли. Со сгущенным молоком. Смотрите, 89 рублей 600 грамм. Такое упаковище. А мороженое сейчас посмотрим, Сашулечка. А вот смотри, тоже вот это вот вкусное. Можно такие взять. Смотри, с вареньем начинкой такое. С начинкой абрикосовой, нет? Подожди, это абрикосовое. Не хочешь такое? Конечно. Молоко, 62 рубля. Молочный терем. Кто делает? С этой стороны не по-нашему. Так, 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 так. Это саратов. Саратов. Саратовское молоко. Маршмеллоу. Тут маршмеллоу такое. Смотрите, сливки 92 рубля. Так. Сейчас будет с этой стороны посмотреть. Где мы пошли мороженое смотреть, а? Стаканчик. Стаканчик появился, да? Не пройдем. Не пройдем, да? Мы с этой стороны пройдем. Так, экстрим. О, смотрите, какой пломбир большой продается. Это вот то, что вот на пляжах набирает. По шарикам продает. Вот это наш, да? Пломбир, пломбир, да. Тут он, да? Славится. А кто делает? Татарстан. А, подожди. А, нет, это никакое. Мы не в стаканчик выбрали. В стаканчике. Значит, пойдем туда. А там еще есть, да? Да, там у кассы еще одна. А, у кассы, а вот тут ничего нет. Да. А, ну хорошо, давайте сейчас еще пройдем, посмотрим. 98 рублей стоящего реки с мясом. А сколько, сколько, сколько тут? Один килограмм. Вот так не открывается. А, так. Состав. Мука, пшеничный, высший сорт, мясо птицы, говядина, свинина, лук, вода, соль. Состав хороший. Надо немножко по ценам показать продукты. Это Штадо все время показывает. Смотрите. Рис круглый зерна. Увелка. 8 пакетиков. 57 рублей стоит. Так же разные есть. Тут фунчоза. Макароны. Мука. Мука. Тут такое какое-то производственное. По 25 килограмм. Майонез. Смотрите. Рис кубанский для плова. 67 рублей. Тоже достаточно недорого. По нынешним ценам. 800 грамм пшено шлифованное. 54. Горох. 61. Масло подсолнечное. 677 рубля. Это, кстати, лимон напиток. Дима пробовал. Это кисленькие. Неплохое. Семечки, чипсы и пиво. Акоголь. И вот этот вот кусок это разгородили. По что показывали, тут уже все такое. Для дома. Салфетки универсальные. разные такие пластиковые контейнеры продается молочко кокосовое увлажняющее шампуни детские шампуни какие-то вообще не так вот игрушки тоже какие-то те же самые средства моющие дезинфицирующие дима тут что-то смотрит сошелечка что вы тут нашли играть играетесь до доска разделочная кстати нашла вот такие поделки камушка делает так можно с другой стороны повесить а вот здесь камушки как-то приклеивает и делаю картины композиционный посмотрите такие вот таз алюминиевый 10 литров пятьсот восемь рублей разные тарелочки такие с грибочками симпатичный кружка для смузи уже интересная до тарелки тарелки 62 рубля набор силиконовых крышек вот таких вот натягивается бочка с гнетом чтобы заквасить капусту засолить огурцы рыбу и грибы стоит пятьсот восемьдесят рублей на общем понятно до мелочевки тапочки какие-то пока что купил норожные пломбир которым мы говорили на что пойдем есть то что не до черешня домашний сыр чебуреки лепешки разные так ладно ребятки будем на сегодня с вами прощаться всем спасибо за просмотр до скорых встреч всем пока-пока до скорых встреч всем пока пока